привет ребятки я сейчас стою где-то за житомиром это трасса которая ведет во львов и мы едем кататься на драгобрат сегодня был очень насыщенный день я бегал по врачам еще что-то я потом расскажу всю эту длинную историю я вероятно кататься вообще не буду потому что у меня там со связкой беда на коленях но тем не менее мы собрались вот уже всей толпой выехали едем я коля карина вика как нами голове ну прям и лена и с нами еще сережа едет и паша 6 утра по идее будем уже в ясенях где мы начнем наш подъем туда уже наверх на драгобрат и возможно к обеду покатаемся на досках королева фитнеса кстати сережа питенко едет с нами его не видно сейчас я включу фонарик ой вот он меня сегодня спас и возможно я смогу покататься и потом расскажу длинная история с биндажом все в общем это как реабилитолог и меня вовремя отдернул и сказал отдумайся и реабилитировал да уже приехали в ясеня сейчас будем такой газон грузится и подниматься наверх на самую же гору ехали мы ехали и если бы не детские уши сказал бы куда заехали так уже наступил рассвет и нам есть что сказать в общем фишка о том что мы сейчас лебедимся я еще никогда не слышал чтобы на драге машины лебедились а тут метет метет жестко все заметает кататься я думаю сегодня вряд ли кто-то будет потому что подъемники скорее всего не включат и но все никак не можем добраться так мы уже собрались одели на себя просто всю защиту которая только у нас есть и будем пробовать ехать вот такой вот у нас вид из окна там все уже катаются этот супер злой ветер закончился как бы есть еще ветерок на такой же вроде в меня и мы подъемники работают так что для меня сейчас самый страшный момент я один раз попробую аккуратненько спуститься если все окей ничего не болит ну буду кататься если что-то будет не так то тогда буду тут сидеть три дня и пить чай так мы уже с сережей поднялись на буги микрофон к сожалению много чего будет не слышно потому что здесь ветер жуткий погода ужасная мы сегодня говорили о том что очень легко покататься и потеряться в общем я только что заблудился немножко и в через лес решили срезать хотя ничего не вижу выехал возле каких-то домиков вот так вот рядом со спуском уже вышел все конечно это лучше чем потеряться в лесу но как я говорю при такой видимости лучше не особо никуда не сворачивать мы не выдержали вырубились буквально полтора часика и вроде как стало лучше а у нас за канал у нас за к нам играет бонобо или бонобо или бонобо сейчас каждый меня исправит наверное в общем это круто то что здесь вот так в громко говорить или играет такая музыка сегодня мы встречаем крисмас у нас будет коктейль пати на самом деле час полтора часа мы поспали очень классно просто вот этого более чем достаточно энергии снова куча включите мне снег так сегодня второй день видимость по-прежнему такая себе у нас даже паша сегодня потерялся но вроде все ок вернулся выжил и сейчас снова пойдет кататься мы сегодня пойдем на кресельный подъемник один из них включили там такая все-таки ровная горка боль-мень получится как-то аккуратно покататься и возьмем с собой карты мы скачали на всякий случай если вдруг мы куда-то не туда за рулем чтобы можно было по картам определиться поэтому да если вы катаетесь в горах обязательно оффлайн карты какие-то скачиваете потому что у вас может не быть интернета когда вы потеряетесь что-то не так а Субтитры сделал DimaTorzok Так нам немножко удалось скакнуть, но там был лед, поэтому было не сильно прикольно и сначала погода нам как бы улыбнулась, а потом было просто молоко, где мы еле-еле разглядели вообще куда нам надо добраться. Сейчас я уже собираюсь, мы сегодня на вечер забронировали баню и хотим проверить какая она здесь. Час стоит, если я не ошибаюсь, 300 гривен. Я не уверен, что там получится что-то снимать, потому что это парилка. Но первый раз здесь я буду пробовать баню и вот посмотрим, будут ли там какие-то выпрыгнул в снег или еще что-то. Если что-то такое будет, обязательно покажу. Мы уже в баньке. Вот здесь вот так вот она выглядит, но как я и говорил, многие выбегают потом и прыгают в снег. Возможно, нам еще это предстоит. Из окна вот такой вот вид. Очень миленько. Ну а прыгать еще в холодную воду можно вот сюда пройти. У нас там дым повалил прям в самой комнатке, поэтому ждем пока пройдет. Вот так вот примерно мы попарились. Это было очень интересно. И по идее вот такая штука поднимает иммунитет, потому что когда ты очень разогретый и выбегаешь в холодный снег, то вот этот быстрый контраст такой, организм начинает стрессовать и вырабатывать всякие правильные штуки для того, чтобы, ну скажем так, укрепить ваш иммунитет. Но тут были очень много всяких нюансов, которые нам рассказывали, как все это правильно делать, как разогреваться, как греться, как там куда прыгать. Поэтому обязательно перед тем, как вы такое затеете, гуглите, чтобы знать точно, что делать, а не просто разогреться и прыгнуть в снег. Мы уже отужинали, собираемся на местную вечеринку в какой-то бар. У нас продастил немного, мы катались, потом была баня и вообще, но как-то надо все-таки посмотреть на атмосферку в местном баре, это очень интересно. И, кстати, огромный бонус, когда вы едете кататься куда-то, вот вы можете находиться с женщиной в одном номере и абсолютно не париться по поводу того, что вокруг разбросано все вообще. Хлам, бухло стоит, в общем, все как в холостяцкие старые добрые времена и никого это здесь не беспокоит. Меня даже с собой в баню взяли в пацанячик. Шотландский пунш. А я бы тоже в Кабах. Но она горячая. Так горячая, да. Да, его надо по чуть-чуть, наверное, да? Ходи за саглама уже есть. Сейчас влечу. Его же не залпом, да? Да нет, ну по чуть-чуть. Классно. Я бы про медовуха. Вкусная. Хочешь? Прикольная. Хочешь, говорит? Могу. 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 Продолжение следует...